В Санкт-Петербурге ищут участников вооруженного нападения на полицейский автомобиль, в ходе которого один сотрудник МВД был убит, еще один тяжело ранен. Преступники действовали дерзко, их интересовали деньги, которые перевозили в инкассаторской машине. Ее и сопровождал спецавтомобиль. Наличность похищена, все произошло на оживленном перекрестке в жилом микрорайоне на глазах у десятков очевидцев. К расследованию подключены сотрудники центрального аппарата МВД. Сергей Зенин о том, что известно к этому часу. Когда прохожий снимал это видео, место происшествия еще не оцепили. Движение не перекрыли, поэтому и женщина спокойно прогуливается с коляской, поэтому и куча зевак. В центре внимания догорающий автомобиль, полицейский УАЗик. Город на Неве, пересечение Муринской дороги и проспекта Маршака. УАЗ сопровождал инкассаторскую машину. Преступники разорвали кортеж, вклинились в него на грузовике «Газель». Тут же подъехал еще один автомобиль. Именно из него, по словам очевидцев, бандиты сразу открыли огонь. По сотрудникам полиции. От полученных ранений один сотрудник скончался на месте происшествия, второй госпитализирован. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Возможно, полицейские успели применить оружие. Моторный отсек бандитской «Газели» тоже охвачен пламенем. Район новостроек. Инкассаторская машина везла зарплату строителям. Сумма не разглашается, но деньги похищены полностью. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении на легковом автомобиле. Предположительно, «Хюндай Акцент» синего цвета. В Санкт-Петербурге введен план «Перехват». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть посягательством на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть незаконный оборот оружия. Место нападения на полицейских уже оцеплено. Работают криминалисты. Сергей Зянин, Лариса Никитина, Первый канал.